Всем привет! Я Женя, а это самый популярный подарок на 8 марта. Да-да, виртуальные очки. Согласно данным крупных магазинов техники, к празднику спрос на разные виртуальные гаджеты вырос аж в 5,5 раза. Ну и на цветы, конечно, куда же без них. И это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Что такое шлем смешанной реальности? Зачем кожу печатают на принтере? Чем порадовала легендарная студия Epic Games? И кто поздравлял москвичек с 8 марта? В этом году честь сказать приятные слова о прекрасной половине Москвы выпала роботом. Так что у мужчин в этом деле появились настоящие конкуренты. Они всегда в хорошем настроении и очень щедры на комплименты. Так, один из них теперь работает в метро. Он очень милый на вид и зовут его Митроса. Женщин, которые 8 марта оказались на кольцевой линии, он осыпал поздравлениями и строил им глазки. Другой его коллега в это время нес свою миссию в торговом центре. Тоже желал всего хорошего. Милая дама, с праздником! Как вы хорошо! Ну а чтобы мужчины не чувствовали себя обделенными, им тоже сделали робота – веснушку, которая помогала выбрать нужные цветы для дамы. Похоже, роботы – это вообще тренд 2017 года. Они уже даже начали получать престижные награды. Так, японский робот-тренер по теннису попал в книгу рекордов Гиннеса. Зовут его Форхиос, и это действительно уникальное творение японских инженеров, которые не только учат людей играть в пинг-понг, но еще и имеют настоящую лицензию тренера. И вот теперь искусственный интеллект с ракеткой еще и занесли в книгу рекордов Гиннеса за уникальные технологические и образовательные возможности. Форхиос подбирает индивидуальную систему обучения пинг-понгу для каждого ученика. Как только чувствует прогресс, повышает уровень, а также умеет хвалить и ругать подопечного. Жаль, пока он не продается, но японцы уже подумывают об этом. Я думаю, что еще пару лет и роботы будут выглядеть как настоящие люди. Медики научились печатать кожу на 3D-принтере, а это значит, что ее будут применять не только для людей, но и для биомеханоидов. Специалисты из Китая и Испании успешно провели эксперимент по печати человеческой кожи. Медики используют биочернила, содержащие плазмы, первичные фибропласты и кератиноциты. Надеюсь, вы поняли, что я сказала. Но это какие-то очень важные элементы, и что самое главное, кожа получается как настоящая и при этом биологически активная, то есть способная к регенерации. Пока ее хотят применять для тестирования химикатов, затем для тех, кто нуждается в пересадке, а потом немного изменив формулу и для роботов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роботы – это, конечно, тема интересная, но и в сфере виртуальной реальности тоже есть новости. Microsoft решили не ограничиваться одними только очками дополненной реальности HoloLens и вместе с Acer сделали шлем в смешанной реальности. Смотрите, что это такое. О том, что компания собирается создавать разные очки и шлемы, в том числе бюджетные, Microsoft сообщила еще в прошлом году. Для этого компания объединилась с Acer, Asus, Dell и другими компаниями. И вот на конференции разработчиков игр представили первое такое совместно сделанное устройство – Acer Windows Mixed Reality Development Edition. Пока про гаджет мало что известно, но основная функция его в том, что он поддерживает и виртуальную, и дополненную, и смешанную реальность. Цена будет чуть больше 300 долларов, а разработчики уже могут подать заявку на тестирование. На конференции разработчиков игр 2017 новое творение показали и создатели знаменитой игры Road Data. Это будет симулятор паркура со скоростью перемещения, внимание, 500 км в час. Как говорят сами разработчики, от их новой игры Sprint Vector реально срывают башню. Надеюсь, в хорошем смысле. Все-таки бешеная скорость не всем может понравиться, но звучит все равно заманчиво. В игре придется носиться по трассам, прыгать, бегать и зарабатывать очки. Судя по трейлеру, штука эта довольно динамичная. Хочу напомнить, что студия Service, которая сделала игру за свое предыдущее детище Road Data, сорвала настоящий куш. Заработала более 1 миллиона долларов чуть ли не в первые дни релиза. Что ж, может новая игра окажется такой же и успешной. CCP Games, та самая, которая порадовала мир EVE Online, тоже сменила курс и представила игру, в которой можно попробовать свою силу сразу в нескольких видах спорта. Похожи виртуальные симуляторы такого жанра нынче в моде. Вместо космоса студия сосредоточилась на виртуальном теннисе, фехтовании и боксе. В общем, с помощью этой игры можно легко согнать жирок. Называется она Spark и готовится к выходу сразу на всех известных шлемах PlayStation VR, Oculus Rift и HTC Vive. Релиз запланирован на лето. Жалко, ведь приводить фигуру в норму хочется уже сейчас. Поэтому вот вам игра, которую уже можно скачать, и называется она Robo Recall. Её долго ждали, и вот, наконец, релиз состоялся. Что особо приятно, игра бесплатная. Robo Recall — это весёлый шутер от легендарной студии Epic Games. Игра очень динамичная и не лишена чувства юмора. Придётся активно махать руками, стреляя в роботов, которые сошли с ума. Можно ещё кидаться глупыми роботами и творить полный дестрой. Шутер создан на Unreal Engine 4, поэтому впечатляет своей физикой и графикой. Также игрока ждёт внушительный арсенал оружия, прикольные локации и приятный геймплей. Что ж, Epic Games, как всегда, на высоте. Поэтому студии сегодня посвящена ещё одна новость. Epic Games решила немного отдохнуть от игр и сделала виртуальную рекламу для автомобиля Chevrolet. Смотрите, что из этого получилось. Ролик показали на всё той же конференции GDS 2017. Project Raven вызвал настоящий фурор благодаря визуальным эффектам и применениям технологий дополненной реальности в рекламе. Самое интересное, что все эти прибамбасы делали не во время монтажа видео, а практически онлайн. Благодаря специальным камерам 360 и движку Unreal Engine 4, которые применили для обработки изображения. На создание ролика ушло намного меньше времени, чем раньше при создании такого рода видео. Вполне возможно, что скоро технологию, которую показала студия Epic Games, начнут применять и в Голливуде. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всегда будете идти в ногу со временем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok